Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях настоятель храма Великомученика и Георгия Победоносца села Миронова, отец Николай. Здравствуйте, отец Николай. Здравствуйте. Сегодня мы коснемся с вами темы, в преддверии праздника мы коснемся темы Георгия Победоносца. Расскажем, кто такой был Георгий Победоносец, как относились к нему, сейчас относятся, что нам нужно взять в пример. И, в общем-то, в сравнении, будем говорить, в линии по жизни и бытию Георгия Победоносца, проведем линию, может быть, с сегодняшней жизнью. Скажите, почему вашу церковь и как вашу церковь, церковь, приход ваш, назвали в честь Георгия Победоносца? Ну, назвали, ну, храм наш называется, как вы сказали, в честь святаго великому ученику Победоносца Георгия. Назвали его неспроста, наверное, все-таки решением сельчан. Может, доминировали имена Георгий, там, Егор или Юрий, потому что Егор и Юрий – это русско-объязычное, так скажем, имя Георгий. Ну, было принято решение на сходе сельчан, там, по благословению правящего архиерея, все-таки было наречено именно храм в честь святаго великому ученика Победоносца Георгия. Ну, храм, как бы, посвящен в честь великому ученика Победоносца Георгия. Почему великому ученик и почему Победоносец – это имеется не пустое название, не просто какие-то титулы, присвоенные Георгию. Нет, они имеют обоснованную основу. Ну, во-первых, великому ученик. Великому ученик исходит из того, что «великие мученики». Два слова мы находим. В чем подразумевается именно «великие мученики». Хотелось бы процитировать, зачитать некоторые моменты с четименей, которые были созданы святителем Дмитрием Ростовским, который в действительности отнесся к написанию «Жития святых» не для галочки, а в действительности в развернутом состоянии, с собиранием всех исторических фактов, каких-то свидетельств, каких-то моментов, которые были запечатлены именно на момент жизнеописания Георгия. Вот мне бы хотелось некоторый момент именно по святому великому ученику Георгию. Почему мы называем его великому учеником и Победоносцем? Георгий Победоносец жил во времена Диоклетана, император, который, собственно говоря, являлся ярым поборником язычества и почитателем языческого бога Аполлона. И в правлении Диоклетана волхвы, у них был храм, и в храме был Аполлон. И Аполлон как бы предсказывал, статуя Аполлона предсказывала будущее, невзирая на то, что прорицания, предсказания Аполлона никогда не сбывались. Но тем не менее Диоклетан был поборником вот этого Аполлона. И в свое время он обратился к волхвам. Почему же Аполлон, ну как бывает, начал мало говорить и как бы не сбывается. Ну, жрецы собрались и начали молиться Аполлону и взывать. И Аполлон начал отвечать мне, что я не могу взывать, говорить правду, не могу вещать, не могу пророчествовать по причине того, что мне мешает. Мешают люди, которые называют себя христианами, которые вносят смуту и мешают моей спокойной жизни. Диоклетиан, будучи верным поборником вот именно и последователем Аполлона, да, язычества, он, собственно говоря, решил изжить христианство и своей империи, чтобы не мешали, так скажем, жить в Сапирму спокойно. И в этой ситуации он собрал все. Ну, вот тут как бы небольшую, краткую справку. А Георгий Победоносец, Георгий на тот период, он служил, он был из благочестивой, богатой семьи. Мать его была христианинка, на тот период уже почевшая, умерла. И он был в императорском войске. Он своей доблестью, своей храпостью, своим геройством доказал именно свое воинское звание. И Диоклетиан поставил его за мужество, вот именно поставил его во главе, он был во главе войск, да не тысяча, даже больше, он был во главе очень большой, так скажем, армии. И был, если на наш язык перевести, был воеводой. Ну, или на худой конец, по нашему, генерал-майором. То есть, высокопоставленный чиновник был, у него в подчинении было очень много людей, имел честь и уважение, имел, соответственно, какие-то привилегии, преференции, богатства, и все он имел. Но, тем не менее, он был христианином. И когда Диоклетиан собрал, начал преследовать христиан, то Георгий, не побоявшись ничего, не прелестившись тем богатством и славой, тем, чем он обладал, он вышел и сказал, я тоже христианин. На что царь весьма-весьма удивился. Потому что Георгий был весьма приближен к царю. Он входил царю в палаты без токра. Был советником. Был очень приближенный вельможем. И царь всегда с ним советовался по воинским и ратным делам. Спрашивал, как в наступлении или в прочих-прочих делах, в негосударственных или межгосударственных взаимоотношениях. И Георгий действительно был на высокой речи. Но Георгий исповедовал себя христианином. Император весьма удивился этому. И все-таки начал Георгий вопрошать, почему ты исповедовал себя христианином. Разве тебе мало богатства? Разве тебе мало того, что ты имеешь? Вот я предам тебе мучения, вот я предам тебе огнем. Ты всего лишишься. А что ты делаешь? Давай поклонись аиддилам, отрекися своего Христа и служи дальше. Я тебе еще больше возвеличу, еще больше богатства, чести и достоинства тебе будет. А что Георгий сказал? Не в чести и достоинстве тебе. А именно во Христе. Потому что все здесь и временно, все здесь и суетно. И власть, и деньги, и богатство, и молодость, красота. Все временно. И все приходит. Ветхость и в прах. Как я цитировал вам слова Экклесиаста. И все это суета-сует. На что Диоклетян очень сильно рассетов. Вот тут надо заметить, что царь начал прегрешать его. Вот именно всякими благами, на что Георгий отвечал. Если бы ты царь, через меня познал истинно Бога и принес ему любимую им жертву, хвалы, он сподобил бы тебе лучше его царства бессмертного. Ибо твое царство, которое ты теперь наслаждаешься, непостоянно, суетно и быстро погибает. А вместо с ним мог гинуть его кратковременное наслаждение. Никакой пользы не получают те, кто обольщен именем. Ничто из этого не может ослабить моего благочестия. И никакие муки не устрашат душу мою и не поколеблют ума моего. И с этого периода, после этих слов, начались мучения святого великомученика Георгия. Там, в действительности, были мучения страшные. Почему? Они великим мучеником. Потому что Георгии предавали всякие мучения. Любой человек, даже при упоминании этих мучений, наверное, уже бы умер. От понимания, не то чтобы ужаснуться от страха, понимания тех мучений, которые предстоит ему пережить. Георгия и четвертовали. И колесовали. Но, на что удивление, рано не оставались. И все это видят чудеса. Диоклетян видели чудеса, что Георгий остается цел и невредим, невзирая на то, чтобы не в него втыкали копья. Представляете, чертование, колесование на дыбе. Представляете, с шипами. И тело его невредимо. А Георгий просто кротко славил Бога и молился Богу, чтобы Господь укрепил его. Он не просил Господа помощи, чтобы Господи избавить меня от мучений. И он понимал, что своим мучением, к которому он добровольно пошел, он своим мучением проповедовал Христа. Он своим мучением показывал славу Христа. Что Господь не оставляет рабов своих. И какие бы силы мы бы не применяли бы, и на тот период Диоклетян не применял бы какие бы силы, он оставался невредим. Были же также мучения, что ему давали испевать из трех сосудов разный яд. И он испевал тот яд и оставался невредим. Раз снаружи его не берет, значит они потолесили внутри. И вот мучили, мучили Георгия. Очень сильно мучили. И народ удивился. И некоторые даже начали исповедовать Христа. И тут же их усекали. И Георгий с действительностью. И из последних мучений, когда царица Александра, которая тоже почитается церковью, она исповедовала, после всех этих мучений, которые прошел Георгий Павеносец, она исповедовала себя христианкой. И Диоклетян, услышав из уст царицы, что она является христианинкой, готова даже до смерти пойти исповедовать Христа, исполнился еще большей ярости и уже не стал пытать Георгия, ни царицу. Но тот час изрек такой смертный приговор. Усечение главы. Царица скончалась до пришествия мучения. Георгий же дошел. И вот когда его привели на место мучения за град, в котором проживал Диоклетян и Георгий, в котором мучили, он помлечился до Георгия и с радостью преклонил под меч свою главу. И так скончался он в 23 день месяца апреля, достойно совершив свое исповедание, сохранив веру непорочную. Посему он был увенчан избранным венцом правды. Произошло это 23 апреля по старому стилю, по новому стилю 6 мая. 305-й год нашей эры. Великий действительно смучение – это понимать, что мучения проходили ни день, ни два. Георгия истязали очень-очень много. Но он, тем не менее, не преклонился, а оставался верным воином Христу. Катюшка, скажите, ну, конечно, хорошо, это мы будем знать, будем немножко возьмем себе в историю. Значит, мы говорим о селе Миронова. Мы говорим о селе Миронова, мы говорим о их жителях, мы говорим о сегодняшней жизни. Храм, ваш храм, назвали в честь Георгия Победоносца Святого, но там в ваш храм ходят простые люди. И вот смотрите, давайте перейдем к тому, что наш год, сегодняшний год, 2015 год, 2015 год, тоже еще знаменован Великой Победой, Великой Отечественной войны, 70-летие Великой Победы. Скажите, вот как вы считаете, помогало ли людям, брали ли наши русские люди, брали ли пример с таких вот героев, с таких вот святых, как Георгий, как они себя вели? Есть ли, может, у вас кто-то из родственников есть, воевал в войну, но как вы к этому относитесь? Ну, во-первых, Георгий Победоносец в действительности, я не попросил этого слова, он все, наверное, в войну Великой Отечественную был знаменем победы, потому что, если кто знает историю, раньше были Георгиевские кресты, давали до революции, этим высшей государственной наградой был Георгиевский крест для солдат и офицеров, и этим гордились, в Великой Отечественную войну был Орден Славы, заменен на Георгиевский крест, и он тоже, ленточка та же, Георгиевская, осталась, это прообраз и символ победы, наверное, Георгиевская ленточка, это не просто отображение, это какой-то награды, Георгиевская ленточка, это отображение, наверное, великого воинского духа и справедливого духа вот именно народа русского, который в действительности сражался не там просто за какие-то блага, победить кого-то, чтобы назло его, не за злато, не за сребро, а освобождал свое государство, также освободил много-много государств, которые даже не ступало, нога русского солдата, это та же Англия, это же Франция, это же многие, даже Египет, потому что русский фронт, он оттянул на себя всю фашистскую гидру, русский человек под знаменем победы под Георгиевскими ленточками, которые были увенчаны, многие груды, мундиры солдат, они шли в победу, в атаку, я откуда это знаю про войну, так или иначе, наверное, каждую семью коснулась Великой Отечественной войны, не только в России, но и нынешней современной Украине, в Казахстане, Белоруссии, Грузии, Армении, всех-всех государствах, да не только весь мир был в войне, она называется Второй мировой войной. И так получилось, что воевал у меня дедушка на фронтах, Михаил Афанасьевич, да, дедушка мой застал войну с самого начала. Он служил в ВВС, они стояли, я вот боюсь, то ли под Жлобином, то ли под Могилевым, я в этот момент выпускаю, их там взлетный полк стоял, ой, авиационный полк стоял. Он тогда был лейтенантом старшим, он должен был демобилизоваться, демобилизоваться по причине, какой я не помню, не знаю, где-то в августе месяце. Но получилось, что 22 июня началась Великая Отечественная война. Как он мне рассказывал, у них ни один самолет не успел зайти, не одет. У них осталась одна полуторка, пару ружей, пистолет у полковника, командующего, или подполковника, я не помню, как я рассказывал, и они 3 месяца отступали, там осталось немного, вообще не всю технику, они даже не успели, ничего. И отступали 3 месяца. До одного города дойдет, разведка докладывает, что там уже фашисты. Они обратно, представляете, как это, двумя ружьями, пистолетом отстреливаться от фашистской армады. Они отступали, до Киева дошли, там уже фашисты. Я забыл город, они из окружения вышли, их направили на переобучение. Вот он говорит, не помню на кой, боевой залет, я, говорит, просто летел, я, говорит, просто вот, и вот в самолете, говорит, я ощущал кровь, жженое человеческое мясо. И вот на бреющем полете, это примерно где-то 20-25 метров от земли. И вот видны вот эти тела, вот эти скромсанные тела, живые на мертвые, мертвые на живых. И он просто сказал, я, когда, ну, просто бой закончился, все, там от него же, полк не должен был вылетать, потому что он выполнил свою задачу в наступлении. Шлемофон снял, он говорит, у меня все волосы слезли. Вместе с этим шлемофоном. Вот что человек пережил, вот что человек, вот в действительности, это надо понять, это видеть, вот просто вживую. Когда человек рассказывает, это, знаете, это гамма эмоций. И как бы для меня, вот Георгий Победоносец, наверное, тоже вот в этом смысле символичен, потому что дед, он здесь вместе с ленточками Георгия Победоносца прошел всю войну. Я бы, наверное, хотел бы еще отметить, что в этом году, в 15-м году, у нас 15-летие, возрождение храма и пятилетие первой службы, именно 5-го мая была совершена первая служба в храме Святаго Великомученика Победоносца Георгия был совершен молебен освящения надкупольных крестов и установкой. И с этого периода, вот именно в храме Великомученика Георгия Победоносца начали совершаться регулярно, ну не так часто регулярно, но тем не менее регулярно службы. У нас была традиция 6-го мая совершать ярмарку Георгиевскую, посвященную именно Георгию Победоносцу, потому что, если это исторический факт, в нашем селе совершалась всегда на Георгии Победоносца Георгийская ярмарка. Но в этом году она будет 17-го мая. Тоже приглашаем, кстати, всех на ярмарку. В нем там будут участвовать самодельные коллективы, гости, также будут представлены изделия народного ремесла, ну и как обычно на ярмарке. Чай, булочки и прочее, прочее, прочее. Удовольствие человеческой жизни. Ну, пятилетие, во-первых, храм, служба, и, конечно, всех приглашаем. Также на святаго Великомученика Георгия Победоносца будет малая частица изнесена у нас как бы в храме. Кто не знает, есть малая частица мощей святаго Великомученика и Победоносца Георгия. В этот день могут все желающие приехать и переложиться к этой святой. В остальное время она находится в алтаре и износится только по Великим праздникам. То есть на святаго Великомученика Победоносца Георгия. Либо мы когда служим память священномучеников, священников, которые приняли мученическую кончину в селе Мироново и близлежащего села родники. Тоже износятся мощи. Так что я всех приглашаю на службу. Начало службы в 9 часов литургии, если у кого есть желание. Также приглашаю на службу в храм святого Великомученика Георгия Победоносца всех Георгиев, Егоров и Юриев, потому что это ваш праздник. Это праздник вашего Небесного Покровителя, который предстательствует за вас пред Престолом, пред Богом, за вас, за ваши семьи, за ваших близких и родных. Так что приглашаю, наверное, и вам это пойдет на пользу. Духовное общение с Богом, молитва посредством обращения к святому Великомученику Победоносцу Георгию. Спасибо отец Николай за то, что нам сообщили такое, информировали о таком событии, рассказали о том, что, может быть, кто-то не знал, кто-то не полностью знал. Спасибо за то, что посетили нас, нашу программу. Александр Ильич, хочу выразить еще раз очередной раз благодарность за доброе сотрудничество и всем жителям города, городского округа Артемовский. Тоже хочу высказать свою признательность и благодарность за то, что вы смотрите такую добрую, хорошую передачу посредством усилиями, созданную Андреем Александровичем и поддержкой. Рактивом. Рактивом. Альпинский. Всем спасибо и всех еще раз приглашаю вас. на праздник Святого Великого Мученика Победеносца Георгия.